Всем привет! Как мы знаем, совсем недавно был представлен смартфон Xiaomi Mi 11. Напомню, это самый доступный флагман, который получил нереально крутой процессор, а именно Snapdragon 888. Максимальная частота ядер составляет 284 ГГц. Также гаджет получил графический процессор Adreno 660 и поддержку шестого поколения искусственного интеллекта. Благодаря такой аппаратной составляющей обеспечивается высокая производительность и низкое энергопотребление. Продажи данного гаджета были на высоте. Глядя на это, компания решила не останавливаться и выпустить продолжение данной линейки. А именно мы должны получить облегченную версию флагмана Xiaomi Mi 11 под названием Xiaomi Mi 11 Lite. Совсем недавно гаджет прошел сертификацию. Это говорит нам о скором выпуске смартфона, а также в сети появились практически все технические характеристики гаджета. Основные фишки Xiaomi Mi 11 Lite это мощный энергоэффективный процессор Snapdragon 775G, AMOLED дисплей с частотой обновления 90 Гц, основная камера с главным датчиком на 64 Мп, а также аккумуляторная батарея, емкость которой составляет 4250 мАч. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Сразу что хочется отметить, гаджет будет представлен сразу в двух модификациях для работы в сетях LTE и 5G. В 2021 году это тренд, можно сказать. Начнем с 4G-версии. Сердцем смартфона Xiaomi Mi 11 Lite 4G выступает мощный энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 720G, который показывает, скажем прямо, неплохие результаты в производительном режиме. Он разделен на два кластера, два мощных ядра Cortex-A76 с частотой 2,3 ГГц и 6 энергоэффективных ядер Cortex-A55 с частотой 1,8. В состав чипа также входит LTE-модем, X50, Wi-Fi 6, GPS, контроллер USB-C 3.1, Spectra 350N, аппаратный декодер 265, двухканальный контроллер памяти LPDDR4X3733 и графика Adreno 618. Напомню, точно такой же процессор будет установлен в смартфоне от компании Samsung, а именно Galaxy A52 4G. Оперативной памяти будет 6 ГБ, что, на мой взгляд, достаточно для большинства людей. А вот накопитель можно выбрать 64 или 128 ГБ, в зависимости от конфигурации. Емкость аккумулятора устройства составляет 4250 мАч. На данный момент информации больше о данном смартфоне нет. Перейдем теперь к версии Xiaomi Mi 11 Lite с поддержкой сетей пятого поколения. Сердцем смартфона выступит еще не анонсированный процессор Snapdragon 775G. Он изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу и является преемником чипа SD765G, который используется в OnePlus Nord и LG Velvet. Также он будет на 40% производительнее модели Snapdragon 765G. При этом графические возможности увеличатся на 50%. Процессору также приписывают поддержку дисплея с частотой 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ своей памяти 3 и 1 версии. Больше информации на данный момент нет, но процессор будет действительно производительным. Известно точно, что смартфон будет иметь модификацию с 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ своей и 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ своей. Также стоит отметить, что оба смартфона будут иметь AMOLED дисплей с частотой обновления 90 Гц. У матрицы AMOLED все отлично с выводом черного. Энергопотребление ниже, чем у других конкурентов за счет того, что окрашенные в черный цвет пиксели вообще не потребляют энергии. Они просто выключены. Но, как мы знаем, есть минусы. Органические светодиоды со временем выгорают и теряют яркость. А еще многие видят мерцание. Кто будет продавать данный дисплей, пока информации нет. Будем надеяться, что это будет компания Samsung. Ведь она совсем недавно анонсировала свой OLED дисплей с частотой 90 Гц, в котором оптимизировала высокоскоростное движение. Оба гаджета получат камеру с главным датчиком на 64 Мп. Но есть большой минус. Дело в том, что камера будет без оптического зума и оптической стабилизации. Мощность блока питания составит 33 Вт. По заверению производителя, за полчаса новинка способна зарядить аккумулятор 4700 мАч на 64%, а полностью за 63 минуты. Благодаря поддержке протокола PD3.0 с его помощью также можно дозаправлять такие гаджеты, как iPad, MacBook или Xiaomi Notebook Air. По слухам, релиз Xiaomi Mi 11 Lite состоится уже в следующем месяце. Стоимость обеих версий смартфона неизвестна. Ну что же, ребята, как мы знаем, Xiaomi Mi 11 действительно сейчас просто рвет все показатели. Согласитесь, что уже компания Xiaomi не выпускает такие бюджетные смартфоны, как было ранее. Как мы видим, Lite-версия получилась достаточно неплохая. Все зависит, сколько будет стоить данный смартфон, потому что от стоимости зависит все. Хочу заметить, что в данном смартфоне в 5G модификации будет Snapdragon 775G, который даже сейчас еще не анонсирован. Да, есть множество слухов в сети, что это будет достаточно мощный процессор, поддержка, как вы видите, там не слабая. Но все же, все зависит, как компания Xiaomi оптимизирует весь процесс, потому что от этого зависит многое. Я уверен, что продажи Xiaomi Mi 11 Lite не будут такими большими, как, например, флагмана Mi 11, потому что все-таки люди уже не дурочки, если можно сказать так, извиняюсь. Но они покупают достаточно мощный смартфон, и сейчас в основном все пользователи ищут себе мощный смартфон. И это предоставляет компания Xiaomi. То есть их флагман Mi 11 предоставлял очень крутые характеристики за минимальные деньги. А вот Mi 11 Lite, согласитесь, что характеристики не слишком крутые, и стоимость первоначально будет достаточно высока. Но будем ждать, может компания Xiaomi что-то сделает, что нас удивит. Все-таки информация к нам доходит очень и очень поздно. Я не удивлюсь, если через неделю мы узнаем вообще все технические характеристики данных смартфонов. Это будет очень и очень интересно. Вот и все, что я хотел вам рассказать. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok